время срывать покровы дорогие друзья сегодня к нам пришел гость который хочет рассказать о потайной кухне сервиса яндекс такси которая известна только водителям добрый день добрый день меня зовут иван я работаю в сфере такси периодически жизнь меня заставляет вернуться в эту сферу когда проблемы с основной работой и соответственно нужно где-то заработать деньги на текущую жизнь потому что но я сам являюсь инвалидом с детства 2 группы и но на волю пенсию от государства прожить тяжело поэтому приходится зарабатывать самому так как такси самый быстрый способ заработать денег очень многие подаются в эту сферу когда проблемы на самом деле многие пассажиры работы когда работаешь они удивляются что ты не знаешь куда ты поедешь ты не знаешь за сколько ты поедешь любой водитель не видит точку б то есть он видит только изначально заказ ни никакой возможности нет нет возможности есть но за отдельную оплату тогда ты будешь не 20 процентов 26 процентов платить но опять же цену заказа ты не увидишь при этом а что будет если отказаться ну допустим увидеть точку б отказываетесь если есть стабальная система активности вот с этих стабалов у тебя отнимают 10 не сочтите за лайфхак то сейчас покажу вам как можно террорить водителя яндекс такси ситуация невыдуманная она уже происходило с иваном мы просто сейчас продемонстрируем так сказать прямом эфире заказали поездку и пишем в чат водителю например вези бесплатно здравствуйте вези бесплатно и сейчас если он отказывается от этой поездки он теряет активность если она у него и так была низкая то его отключат на час-два примерно вообще от сети и он не сможет работать так что ему это не очень-то выгодно и вот в данной ситуации у водителя есть три варианта развития действий либо везти бесплатно пассажира либо подождать 10 минут потому что идет три минуты включенного бесплатного ожидания и отменить без санкций каких-либо я могу только по истечении 7 минут то есть 10 минут из жизни потраченной плюс подача автомобиля и и того заработки уменьшаются в газы а если в поддержку обратиться давайте посмотрим в данной ситуации мы можем с поддержкой связаться только после того как отменим заказ мы нажимаем что не устраивает тариф некорректное поведение отменяем и у нас вот прилетели наши санкции это в виде баллов активности здравствуйте вот хотелось бы чтобы вы вернули баллы активности так как пассажир хотел уехать бесплатно денег у него не было в чате он об этом писал то есть есть подтверждение почему не возвращаете чем это мотивируете очень много в такой ситуации возникает что ты уже проехал перекресток или стоишь в ряду который не в твоем направлении а он тебе показывает спину едь туда отсюда тоже аварийность на самом деле возникает люди же многие вот заказ объехать развернулись через сплошные все есть такая история а все почему да потому что ты опять теряешь баллы этой активности говорили о стабальной системе а в случае если дойдет до низких показатель на 20 10 0 может быть если ты постоянно отказываешься они тебя блокируют несколько часов дают говорят тебе парень остынь ты работать совсем не хочешь иди подумай над своим поведением а после мы вернемся и возвращают тебя с минимальным порогом за выполненную поездку дается один балл то есть если ты один раз казался то чтобы тебе вернуться на тот же уровень ты должен как минимум 10 не отказываясь поездок ты можешь очень часто попасть на заказ который в принципе тебе не выгоден и получается ты даже в минус его везешь себе вот эта история получается когда человек берет такси я водитель петляет просто по улицам и не едет туда это да и другая страна то есть сам если есть многие ловкие уловки и исхищения да когда водители просто отказываются либо некоторые тоже вот кто работает в этой сфере давно некоторые могут говорить ведь да я повезу но дороже будет потому что ну водитель как опять же сложилась уже давно легенда у всех пассажиров что яндекс доплачивает очень часто такую сложную фразу но вам же яндекс все равно там заплатить многие допустим пытаются уехать бесплатно ставится такой фразы что но вам же яндекс там все равно доплачивают так а не доплачивать фактически нет есть некоторые есть у них конечно некоторые доплаты но это тоже опять большой обман ну история с тем что мы добьем до минималки это неправда нет в данный момент уже добьем до минималки нету такой раньше да там было то есть выполняешь на 5 заказ мы тебе столько-то доплатим 10 доплатим столько-то раньше была возможность купить смену в среднем примерно сколько получается за смену доход в среднем ну вот опять же к чему я начал кто-то работает на своей машине кто-то работает на арендной но ну вашу но кто-то я вот в данный момент работаю на аренде аренда стоит 1800 опять же кто-то на газу работает кто-то на бензине но в моем случае там бака за его на смену хватает это еще тысячи рублей то есть ты просыпаешься утром ты 2 800 тебе 3000 ты уже должен и это привык без учета выходных например насколько поднимаете но вот грязными если прям совсем вот возить все работать с утра и прямо вот до самой ночи то есть это 16 часов 16 часов максимально яндекс разрешает пробыть на смене хотя они все везде утверждают что 12 и вот за эти скажем 16 часов но тысяч 6 ты заработал если ты проработал практически сутки на ногах но после такой смены на вторые сутки ты уже не в состоянии быть кто-то на своей работает и думает что он на самом деле до хрена зарабатывает в яндекс 6000 это работу и все классно но по сути у тебя обслуживание все равно остается машины и так далее и тому подобное то есть ты берешь вдох у машины также есть множество истории когда у человека одна цена заказа а у клиента у пассажира другая то есть водителю говорят цену одну пассажиру другую по факту пассажир думает что он едет за большую за внушительную сумму но разница этой суммы разница этой суммы получается из того что есть такая система яндекс плюс ну и чтобы не быть голословными покажем наглядно на разницу в ценах которую видит пассажир и которую видит водитель сейчас мы делаем заказ комфорта сто двадцать семь рублей назначили машину двигаемся здравствуйте здравствуйте вот так встреча а что у вас там заказом не покажете сколько стоит но нам сначала для того чтобы увидеть куда мы поедем нам нужно отметиться на месте далее далее мы кнопку поехали и сейчас увидим стоимость стоимость у нас 114 рублей а у нас 127 опытным путем водители поняли откуда берется разница в цене но я вешают когда казалось бы ее вешают всю на водителя это из кармана водителя банкет скидка пассажиру идет из кармана водителя да но самый интересный факт при всем при этом что пассажир пассажир клиент он покупает эту скидку у яндекса за свои деньги то есть яндекс делает скидку пассажиру за счет водителя и при этом еще зарабатывает на этом то есть если переложить допустим я поездка 150 рублей у вас надо высвечивается как 120 опять же зависит от баллов до эти 30 рублей разницы забрали у вас у меня даже у вас будет отображаться что вы едете за 150 но как бы сделала вы вы скидку этими баллами воспользовались и сделали себе скидку а у меня так и будет писаться что 120 никаких баллов там не было и ничего подобного